Всем привет! Наконец-то я исполняю обещанную хвостушку и показываю, что у меня получилось с моими лоскутиками, которые я накупила тряпочки, вещички, перестирала, обрезала и вот сколько у меня получилось лоскутков. У меня было несколько рубашек, у меня была жакеточка, которую я хотела оставить себе, но она неудачно постиралась. И лоскутики я купила, там стопочка была, так она рассыпалась, там где навес. В разных местах это я все брала за три месяца. Показываю. Вот такая рубашечка. Я обрезаю полностью все швы. Если даже хоть немного у меня сомнения, что воротник притертый, там приношенный, я его удаляю. Я это не оставляю. Манжеты. Если хорошие, бывают вещи совершенно новые по какой-то причине. Либо пятно поставили, либо купили и лежит. Эти вещи видно и тогда я конечно стараюсь. И пороть я стараюсь минимально. То есть, если уже совсем такие лоскутики, такие лоскутики хорошие. Не хочу голову морочить. Режу, кромсаю, удовольствие колоссальное. Значит, вот такой. Видите, для петчворка как раз классный. В одном тоне, разный цвет. Сразу я получаю три оттенка здесь. Чудесно. И в кокетке получилось вот такой оттенок. Полностью вот такой кусочек. Ну, мало ли, вдруг я там что-то буду такое лоскутное. Шири, как раз этот кусочек меня спасет. Следующая рубашка. И я обратила внимание, когда все в кучу собрала. Свою тягу к какому цвету больше я. Посмотрите, как вот. Вот это все в один раз я покупала. В один день, видите. Наверное, нужно свет включить. Как-то темновато уже. Не спасет. Ну, как есть. Я извиняюсь. Сегодня солнечная погода, между прочим. Вот такой вот цвет рубашечки. Классный. Потом вот такой контрастный, казалось бы. Но, если присмотреться, здесь есть те оттенки в этих кусочках, те, которые там, а там, которые тут есть. Поэтому, не знаю, правильно я сказала. Вот такие. Это третья. Следующая. Я думаю, ну, что же я соберу темненько, надо выбрать светленько. Вот четвертая. Смотрите. В общем-то, тоже повторяются те же кусочки, только уже узенькие. Четвертая рубашечка. Так. И я складываю так большие куски, потом складываю поменьше. Ну, там, когда, допустим, спинка, это самый большой кусок. Потом полочки, потом рукава. Ну, то есть, так, на убывающую. И потом мне будет удобно и понятно разобраться. Теперь курточка, которую я думала, вверх выкину совсем. Ну, цвет красивый, рисунок красивый. Ну, жалко. Вот как раз на коврик пойдет. Сразу ее откладываю. Потому что сегодня буду с ковриком заниматься. Ой, простите, толканула. Куртку это я отдельно покупала. Одну, саму по себе. Теперь, вот, какая рубашечка. Ну, вы все помните, я показывала их. Вот, рубашечка лоскутики. Чудесненькие. Прям очень мне нравятся. И тоже тут так, прям, и такой цвет, и такой цвет. И я эту тогда присмотрела и ждала оценку. А уже параллельно с ней прикупила такую рубашечку. Потому как тут тоже такие джинсовые цвета. И здесь, ну, и в этой, которая была. И в этой. И очень даже 4-5. Это уже шестая рубашка и седьмая это куртка. Семь вещей. Седьмая вещь. Рубашки я отдельно отложу. Тоже, чтобы они отдельно у меня лежали. Куда же мне с ними приткнуться? Сейчас, одну минутку. Так, теперь, жакетик. Вот этот я, конечно, порола. Потому как цвета здесь, ну, чудесные, шикарные. И я еще подумала. Ну, маленькие кусочки можно куда-то. Я прям порола. Все-все-все. Я ни одного клаптика не выкинула. Подкладка там. Хармона новая была. И подкладка хорошая. Я ее отдельно отложила. Ну, куда-нибудь пригодится. Там такая качественная подкладка. И эта ткань, она типа рубашечная или костюмная. Она такая хорошо гладится. Не очень мнется. Я от ворсы чешусь. Только закончила гладить. Вот такой получился. Видите, тут его не так много. Он был манюсенький. Поэтому, конечно, порола до последнего лоскутика. Теперь, здесь я немного по-другому сложила. Вот. Это разные две ткани, две вещи. Но здесь мелкие отдельно. Тоже, кто помнит, это такая была маленького размера. Ну, тоже как жакеточка девичья. Но такой классный цвет. И слегка с люрексом. И если под органзу, хоть под ту, которая у меня есть, хоть под ту, которую я купила, будет шикарно что-то делать. И... Ну, эту я... Помните тунику? Тунику и юбку. Вот я в один день покупала. Это вообще целый просто кусок получился отрез метр двадцать на девяносто. Ну, а здесь два куска получилось достаточно таких внушительных. Сантиметров семьдесят шириной и сантиметров девяносто длиной два куска. И практически они такие можно, если выровнять, сделать два прямоугольника. Но у меня нет цели делать из них прямоугольники. Буду резать уже по мере необходимости, как мне будет нужно. И здесь тоже люрекс, если я не знаю, видно, не видно. Здесь так прорисован кое-де люрекс. И вот можно комбинировать, видите, и с этой тканью. Ну, то есть вот как-то у меня... Это тоже вот как-то за один раз было куплено. И как-то так я покупаю, видимо. Или под настроение, я не знаю. Знаете, как цвет настроения синий. А у меня когда зеленый, когда цветной, такое дело. Так, и вот последние кусочки. Ну, то есть я уже даже сбилась... Я сбилась... Лаки, что ты там делешь? Я сбилась уже со счета, конечно. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять. И сейчас показываю кусочки, которые мне попались. И которые я просто по этому бину, по коробке по этой собрала. И мусор сразу выкидываю, чтобы не валялся. Терпеть не могу, когда ниточки валяются по полу. Просто я их перестирала, перегладила. Вот такие кусочки. Видимо, кто-то, может быть, просто лоскутики собирал. Такая же, как я. Хомячиха. Ну, вот у меня теперь эти лоскутики. Вот лоскуток. Ну, классный он, пожалуйста, для лоскутного шитья. Посмотрите, он уже в таком виде. Их тут два таких кусочка. Видите, вот оттенки у них разные. Жалко, если бы его было побольше. Так. Этот. Сердечками один, этих два. Но они немного разного размера все. Я их не ровняла, ничего я не делала. Просто постирала и погладила. Такой бледненький. Ну, тоже он пригодится. Вот он в такой гамме цветовой, как вот та рубашка монохронной полоски. Можно использовать тоже вместе. Этот кусочек побольше такого же рисунка он. Но побольше. Потом два кусочка вот такого цвета. Видите? Он идет здесь вот так, здесь вот так. Ну, лоскутное шитье как раз очень даже тоже подходит. Потом раз, два, три. Три вот таких куска. Очень люблю растительные рисунки. Ну, и это он сложен в два. То есть, еще раз развернуть. Вот таких три куска. Куска кусочка. Потом, вот такой яркий. Это благодаря вот этому куску я начала копать. Смотрю, есть именно кусочки ткани. Думаю, надо еще копнуть. Смотрю, раз, отпали три кусочка. Вот вместе. Потом смотрю, там копнул еще. Ну, то есть, видимо, были сложены вместе. А уже потом люди раскидали. Классное детское что-нибудь. Тот же петчворк. Если бы этот кусок был у меня раньше, когда я шила внуку, покрывалась наволочкой. Вот как бы здорово, я бы такие квадратики тоже между теми вышитыми мотоциклистами поставила. И потом еще, вот когда я увидела эти, я конечно давай рыть все коробки, но больше не было. Два вот таких кусочка. Два. А, но этот в два сложенные, а это вот такие три просто узенькие. Такие. Потом посмотрите, какой. Ой, я его как увидела, ну просто. Очень жаль, что такой только один. Это он в два сложенный. Не знаю, это тридцать. Тридцать где-то на шестьдесят или на шестьдесят пять. Вот такой кусок. Птички поют. Слышно будет в камеру, нет? И потом посмотрите, какой еще чудесный. Вот просто тоже вот он в два сложен. Прям такой шебешик. Шебешик. Шебешик прям. Шикарный. Ну вот все. Со счета я сбилась, но зато показала все. Все, что я накупила, стирала, накроила и нарезала. Теперь я все это буду постепенно в свои идеи перерабатывать. Но сначала я сделаю безрукавку, которая ждет своих брюшек. Потом я доделываю коврик. Поэтому я сейчас все это убираю, чтобы оно меня не отвлекало. Люблю, когда рабочее место свободно и чисто. Поэтому периодически оно, конечно, у меня захламляется. Но я это дело быстренько расхламляю. Сегодня, представляете, вылезло солнце. У кого животное, ну такого еще никогда не было. Но было такое, когда я собаке по 3-4 клеща снимала за раз. Они не успевали в нее впиться. В прошлом году я свою собаку лечила от пероплазмоза. А сегодня, представляете, мы вчера ходили в посадочку, прогулялись. Приспичило нам походить по воздуху. Ну и благополучно пришли домой. Там практически сутки прошли. Сегодня, я думаю, надо уже время подходит. Заранее побрызгаю ее этой ладо у меня. Спрей для обработки животных от клеща. Видимо, я ее побрызгала. Старалась, конечно, чтобы в прошлый раз ей немножко плохо было. Видимо, в носик попало. В этот раз я постаралась аккуратнее сделать это. И я отворачивала ее, как бы, носик. И в итоге как-то попало немного на себя. И, в общем-то, думаю, господи, теперь мне будет плохо. Что вы думаете? Мне хорошо. Но закончилось тем, что, думаю, да что меня кусает или, не пойму, щипает. Вы представляете, я побрызгала. Видимо, в эту сторону мне хорошо попал этот спрей. У меня здесь был клещ. И, видимо, не до конца он, видимо, влез, что ли. Этот спрей его выгнал. И у меня, представляете, укус. Ну, насколько я знаю, это сутки прошли. Ну, в общем-то, я не знаю, не будет ли мне теперь плохо, в общем-то, от клеща. И в больницу идти неохота. И, в общем-то, на авось теперь этот укус. У меня даже след остался. Я такой клещ, знаете, прям как мой вот этот ноготок размером. Только он был плоский, не успел. Но он, видимо, только начал присасываться. А тут спрей. И не дал ему. Они тогда не присасываются, в общем. Так что животных обрабатывайте. И, наверное, нужно себе ноги обрабатывать хотя бы. Хотя, видите. Ну, у меня, получается, я была в кроссовках, в теплом костюме. А здесь, видимо, как-то он попал. Может быть, на волну. Я расчесывалась вчера и сегодня. В общем, я не знаю. Всех целую, обнимаю, люблю. Берегите своих животных. Берегите сами от клеща. Вот она знает все свои названия. И что она животное. И что она курица. Пришла. Только услышала животное, сразу пришла. Всем пока. Приходите, подписывайтесь, лайкайте. Всех люблю. Всех жду к себе на канал. Пока. Хочу показать, какой мусорник у меня собирается, когда я делаю свои лоскутики. Это всего-навсего остатки от куртки. Где-то чуть-чуть осталось отрезать. Я отрезала. Вон они такие горчичненькие. И... Раз, два, три. По-моему, три всего-навсего рубашки. Это всего-навсего три рубашки. Четыре. Пардон, четыре. Это шовчики из них. Вот это все я сейчас буду... Там где-то в кадре попадал у меня пылесос. И думаю, о, скажут хозяйка. Убирала, убирала, бросила, начала снимать. Нет. Пылесос стоит здесь ровно столько, сколько я занимаюсь, когда я режу там, парю что-то. Потому как я не могу, когда за мной ходят какие-то ниточки. Ворсиночки. Вон сейчас я буду пылесосить весь свой пылесос. Этот ковер. Диван. Соберу эту большую кучу. Пылесошу полы. Потом... Потом собираю лоскутики, ложу в глажку. И потом я хорошенько сразу здесь уберу. И надеюсь, что пока могу убрать пылесос. Не люблю, когда стоит под ногами. Не люблю, когда какие-то ворсинки летают. Я сейчас совсем убрала ковры. Потому как собачка моя еще и растягивает по коврам. И теперь до зимы буду без ковров. В общем-то пошла я дальше. Это я готовлю свои лоскутики уже для петчварка. А то у меня то жилет, то непонятно что. То коврик. И для коврика нужны полоски для соединения. В общем, вот это я тут решила уже закончить. Убрать эти пакеты. Вон там еще видите пакеты. Эту рубашку я еще решаю. С этой рубашкой я еще решаю, что делать. Поэтому... Вон там видите кулечек с лоскутиками лежит. Но это все сейчас будет выбрасываться. Я не собираю совсем маленькие обрезки. И вот это все я выбрасываю. У меня все эти куски. Если я захочу делать красивую пиццу, как люди делают. С этими кусочками. Техника, конечно, очень интересная. Очень такая заманчивая. Но эти обрезки я точно буду выбрасывать. Если я захочу маленькие какие-то кусочки. У меня есть. У меня есть атласа, шелка красивого. Поэтому вот так показала я весь этот бардак. Начинаю я его убирать. Субтитры создавал DimaTorzok